однажды я увезла свою маму в индию прям будет взяла купила билеты сделала ей визу и увезла ее в индию тогда я еще работала в офисе да по моему еще тогда работала в офисе когда я первый раз не поехала в индию и сказала мама все мы едем в индию она сказала ты что ира там грязно там инфекции нужно делать какие-то прививки это все очень опасно я не поеду это все очень страшно на что я и сказала что мамуль ты ничего не понимаешь поехали ты посмотришь и вот я и рассказала что мы будем жить на территории ашрама там чистенько и ты сама все поймешь про индию мне было настолько почему-то важно вот прям чтобы она познакомилась с культурой индии чтобы она увидела что это такое чтобы она поела эту вегетарианскую еду которую там готовят в их вегетарианских столовых чтобы она почувствовала как это побыть на территории ашрама вместе с вот этим присутствием волшебным 10 тысяч индусов ну то есть вот я хотела чтобы она прям пропиталась этой атмосферы индии и просто познакомилась с ней поэтому конечно я ее взяла мы туда приехали в индию а мы ходили делали массажи всякие очистительные мероприятия она действительно ела без мяса еду целых две недели когда она звонила моей тете своей сестре она говорила надяна ты можешь себе представить я уже две недели мясо не ел то есть она представить себе даже не могла что есть такая еда который можно вполне себе очень даже интересно и разнообразно кушать и все это без мяса очень очень вкусно николь николь возвращайся скорее да прошу прощения вот и еще раз когда она приехала туда попробовала ей стало интересно и мы с поехали второй раз в индию третий раз индию и она сейчас мне говорит иногда ир я так скучаю так хочется в индию опять ну то есть вот дать возможность человеку познакомиться с чем-то и сказать слушаем ну вот я и сказал вам ну вот ну если прям совсем не понравится все просто уедем оттуда и все вот у меня сыном тоже такая была история то есть когда я предлагала ему пойти в навигацкую школу или что-то такое там начать делать и я говорил вот давай ты попробуешь один раз хотя бы вот две недели мы с тобой договоримся на две недели вот если ты две недели туда походишь тебе не понравится естественно я тебя оттуда заберу и ты туда ходить не будешь все но договариваться вот это научиться договариваться преподносить те вещи которые могут быть интересны другому человеку искать эти вещи другому человеку показывать эти вещи знаете вот как это умение продать вот эту идею умение найти ту пользу которая будет важна для другого человека не для вас а именно для другого человека те плюсы которые возможно ему будут интересны вот с мамой тогда произошел удивительный эффект потому что мы приехали во шрам сай бабы и там сай бабы уже не было фактически то есть там стоит его самадхи и нет сай бабы но вот этот эффект его присутствия и то что книги там и все все говорят про сай бабу рассказывают как это ну то есть вот это все имело настолько сильный эффект плюс молитвы баджины веды которые они читают мы ходили на обряд ом с ней вместе ночью ну то есть настолько сильно это все понравилось настолько сильно все это зашло я удивилась когда моя мама очень ненабожная женщина который совершенно не верит во все это и очень спокойно ко всему ровно к этому относится в конце уже поездки практически начала плакать и выходила оттуда со слезами потому что ну вот я не знаю опять же эзотерики или где-то часто очень говорят что когда человек плачет то сердце освобождается сердце открывается у психологов тоже есть такой эффект когда у человека происходит катарсис когда он наконец начинает плакать то происходит освобождение освобождение тела освобождение телесных зажимов я очень радовалась что мама начала плакать потому что как раз вот это освобождение телесных зажимов происходит в такие яркие моменты осознавание чего-то и И, вы знаете, я до сих пор вспоминаю этот случай с такой улыбкой, что мама согласилась, что я ее решилась туда отвезти, в Индию. И я надеюсь, что у нас еще раз получится, хотя бы два-три раза, я не знаю, сколько получится, сколько Бог нам даст еще возможностей туда съездить, в Индию. Мы еще обязательно съездим. Вот такие истории на сегодня все. С вами была Ирина Дельсоль. Всем ромашек! С вами был Ирина Дельсоль.